Друзья, витаю! Меня зовут Игорь Гаврошчак. Это ютуб-платформа 24-го канала. И хочу вам представить нашу гостю. Это и Абаз Галямов, политтехнолог. Абаз, здравствуйте. Здравствуйте. Конечно, Абаз есть о чем говорить. Это и о настроениях военных российских на фронте, это и удар по Крымскому мосту, и это фактор Пригожного. Мы о Пригожном всегда с вами говорим, потому что о нем не можно не говорить, потому что он каждый день, ну, сейчас не очень, но раньше каждый день что-то, да, и делал. В первую очередь хочу, конечно же, проговорить по Крымскому мосту, потому что удар по опорам, Путин говорит, что мы ответим, мы понимаем, и с вами говорили об этом Абаз, что для Путина Крым это какой-то сакральная вещь, потому что это не Донбасс, это не война в Украине, это то, что якобы казалось, он может хвалиться вечно. Если у него есть поражение на юге Украины или на Донбассе, это еще как-то можно понять. Но Крым, казалось бы, сакральная вещь. И тут удары дронов по Крыму, по мосту. Официально уже представители оккупационной власти доложили Путину, что только в сентябре-ноябре Крым, мост Крымский будет работать. Как вы считаете, как этот удар воспринял Путин? Сильный ли это удар по его репутации? И есть ли у него понимание, что вот сейчас красная линия? Ну, конечно, это очень сильный удар по его репутации. Это, знаете, в буквальном смысле слова, вот его взяли за голову и лицом в грязную лужу обмакнули и вот так еще повозили. Потому что Крым, правильно вы сказали, это не Донбасс, это не что другое, это, так сказать, вершина его творчества, это апофеоз его правления. А Крымский мост, это, так сказать, вишенка на торте, это вершина крымской эпопеи, это визуальный символ русской весны, как они ее называли. Вот, и, конечно, удар суда, это вот удар в сердце, что называется. Потом тут очень важно еще, восприятие же определяется контекстом, одно и то же событие в разных контекстах, но по-разному прочитывается. Тут в целом целый длинный ряд уже таких неприятностей, неприятных для Путина вещей. Вот негатив доминирует уже, знаете, где-то с конца апреля, наверное, вот прямо сплошной негатив идет. Вот как взорвали ВСУ, значит, атаковали Кремль, помните, значит, прямо над зданием Сената два дронов взорвались. Вот с тех пор подряд, знаете, идут негативные новости сплошные, за исключением, может быть, вот одной позитивной, двух, может быть, более-менее позитивных. Значит, когда сначала, ну, Бахмут Пригожин взял, но эта новость, знаете, тоже была сильно подпорчена конфликтом, самим конфликтом Пригожина с системой. То есть уже непонятно было, взял, так сказать, наш или он уже не наш. Вот. Ну и потом последняя новость из Варшавы, значит, по поводу того, что вроде как сроков вступления в НАТО не обозначили Украины. И российская пропаганда это использовала для того, чтобы, значит, вот ха-ха-ха, смотрите, у нас все хорошо, Украина все плохо. Вот. Ну вот буквально два таких события. А в целом, значит, ну, во-первых, само украинское контрнаступление. Российская пропаганда, конечно, пытается сделать вид, что ничего страшного не происходит. Но на самом деле любой более-менее интересующийся ситуацией человек понимает, что сам факт того, что украинцы наступают, а Россия пятится. Ну, это само по себе уже, в общем-то, плохо. Ну, то есть, ребята, если вы гордитесь тем, что вы не бежите под напором украинских войск, ну, так вы кто тогда вообще? Ну, это же позорище. Ну, все же помнят, да, то первоначальное отношение Киев за три дня. Вот. И на этом фоне попытки гордиться, значит, тем, что мы не дрогнули и не побежали, а просто организованно отходим, уступив за месяц, там, сколько, 120 км2, по-моему, да? Ну, это тоже, в общем, повод для печали, а не для радости. Вот. Потом очень сильно подпортили фон, конечно, прям капитально. История с Пригожинским рейдом на Ростов и Москву. Это создало такое ощущение системного политического кризиса внутри страны. То есть, уже вот прямо архетипическое, знаете, превращение войны империалистической в войну гражданскую. То есть, прям ровно то, что было сто лет назад, между 1914 и 1917 годом. И, ну, и вот сейчас Крымский мост, да. То есть, вот сам событийный ряд, вот я говорю про контекст, да, он в целом уже создает такое ощущение, что вот сторонник власти, представитель российского эстеблишмента или этот, там, простой человек из глубинки, который за власть, вот они с утра встают, значит, там, включают телевизор или лезут в телеграм-каналы. Ну, что там у них еще? Вот уже есть такое ощущение какого-то глобального такого несчастья, что вот, ну, все, вот, пришла беда, отворяй ворота, что называется. Каждая лыка в строку, как говорится. Вот так, значит, получилось. То есть, удар по Крымскому мосту, он сам по себе, в чистом виде, если его взять, это уже, прям буквально, я говорю, в грязь лицом обмахнуть. А уж если взять это в контексте, то это еще хуже. В принципе, вот если противникам путинского режима на внутренних, внешних фронтах, значит, удастся выдержать вот такой темп, определенный темп, когда, условно говоря, каждые два-три дня там какое-то вот такое очень серьезное негативное событие происходит, и на протяжении нескольких месяцев это будет происходить, ну, собственно, так и делаются революции. Вот это и такие вещи и формируют предреволюционный сценарий, когда даже, когда вот у верхов формируется ощущение, вот это ленинское, да, когда низы не хотят жить по-старому, а верхи по-старому не могут управлять, когда уже будет очевидно, что вот это системный кризис, ощущение вот этого системного кризиса возникает, когда, значит, то отсюда, то отсюда уже не знаешь, с какой стороны прикрываться, да, отовсюду удары сыплются с самих неожиданных сторон, и ты в какой-то момент твои органы чувств уже просто вот их парализуют, просто они не успевают реагировать на внешние раздражители, вот. Вот это и есть, по сути, начало революции, такая вот история. Аббаса, мне знаете, что интересует? Вот мы регулярно с вами говорим, что в окружении Путина, мы их называем окружение, иногда элиты, они уже давным-давно понимают, что все, что происходит с 24 февраля, вовсе не так, как планировал Путин, и очевидно, что есть многие, которые не поддерживают Путина, но они молчат в силу разных обстоятельств, да, потому что они не могут ничего сказать. Но меня интересует другое. Вот этот удар по Крымскому мосту, мы понимаем, что сильный диктатор тогда, когда он сам себя проявляет сильно, да, даже если кто-то усомневался в нем, все равно он показывает себя как сила. Вы не считаете, что вот этот удар по Крымскому мосту может пошатнуть самого Путина, что сам Путин задумается, что я что-то проигрываю? Ну, конечно, он теряет уверенность в себе, он растерян, он становится все менее адекватным. Вот смотрите, у него совершенно очевидно, у него градус религиозности очень сильно повысился. Раньше у него религиозность была такая показушная, поверхностная. А теперь он даже на фронт приезжает с иконами, и без того, чтобы с генералами обсуждать ход сражений, так сказать, он им дарит иконы и читает лекцию под камеру, на всю страну транслируя это, то есть считая это важным, да, рассказ про то, какая вот она чудодейственная икона. И потом эту икону возят по всем буквально окопам, по всем частям, значит, в преддверии украинского контрнаступления. Ну, то есть маркобесие какое-то, да, буквально в Средневековье. Потом это история с Рублевской Троицей, да, не знаю, стыдите вы или нет, но это такая историческая ценность, культурно-историческая ценность, которая хранилась в Третьяковке. Третьяковка обеспечивала, значит, ну, правильный режим температурный, там, ну, вот все таки прочее, значит, вот специалисты это обеспечивали, чтобы икона сохранялась. Вот. В прошлом году один раз ее на короткий промежуток времени церкви передали на несколько дней буквально, для того, по случаю там какого-то церковного праздника, я сейчас напомню уже, что там верующие могли помолиться. Вот ее выставили где-то там, по-моему, в храме Христоспасителя, или неважно, где-то, значит, и через несколько дней буквально вернули опять в Третьяковку, и после этого специалисты Третьяковки посмотрели и вынесли вердикт, что за эти три дня иконе нанесен, ну, очень серьезный ущерб. И вдруг сегодня Путин, ну, вернее, в этом году, в мае, Путин опять говорит, значит, вот надо икону, значит, церкви опять там дать на какое-то время, причем уже на более длительный срок там. Вот, все музейное сообщество, включая даже назначенных самим Путиным там людей, значит, новые руководства Третьяковки, старые смесили за нелояльность, значит, да они все на дыбы встали там, скандал, ну вы что, Владимир Владимирович, ну это же, вы же сами там постоянно с историей, как списано, торбой носитесь, а тут сами способствуют уничтожению собственной, вот этой, той самой русской истории, русской культуры, на защиту которой вы вроде как там встали. Вот, он прям вообще не слышит. То есть, в принципе, можно было признать, что да, дорогие церковники, они же на самом деле и только мы не просили даже, это он с партского плеча им хотел подарить. Это сейчас они уже разошлись и требуют ее себе. Вот, а изначально они, значит, удовлетворены были тем, что им в прошлом году на несколько дней дали, и все нормально. А тут, значит, ну вот, ну можно было сказать, что да, да, смотрите, все-таки это историческая ценность, да, и поэтому, ну, наша задача сохранить ее для потомков, вот, а не использовать ее, так сказать, в хвост и в гриву, чтобы сейчас, чтобы она там умерла. Поэтому давайте вот мы это дело, значит, прекратим эту передачу анонсированную, и все-таки пусть тогда специалисты, профессионалы, значит, они работятся, и тогда и мы, и наши дети, наши внуки, наши правнуки сможем ее, так сказать, лицезреть, наслаждаться там этим шедевром. Ну, нормальная позиция вообще. Нет, он встал в позу, уперся вообще рогом, они сломали все музейное сообщество через колено, вот, и отдали таки, значит, икону РПЦ. И вот церковники теперь с ней носятся, значит, рассказывая о том, какое великое там благодеяние Путин совершил. Ну, то есть, вот чем президент занимается, понимаете, война идет, то у него там в войсках бунт уже, то Пригожин, то этот генерал там Попов недавно, вот, то Васечкин вчера написал, значит, про то, какие настроения в армии там на фронте царят, ну, согласно его источникам, вот, ну, то есть, колосс, вот крымский мост взорвали, только что, а этот ходит там с иконой, вот, то есть, у него действительно какие-то звуки происходят в голове, то есть, очевидно, что вот эти неспособность победить Украину, те удары, те тяжелые удары, которые он теперь получает, значит, превратившись в посмешище на глазах всего мира, значит, потому что весь мир, конечно, был разочарован, вот, мы все, кто ждали от Путина, там, Иран, Киев, ой, извините, Китай, вот, все автократы всего мира, там, Мадуро, там, не знаю, все эти там противники, ненавистники демократии, либерализма в Европе, значит, Путин-Ферштейры в Америке, вот, все, все ждали, ну, сейчас Владимир им покажет, так сказать, тут Владимира по кругу тряпками гоняют, значит, он там едва уворачивается от ударов и взвискивает каждый раз, когда он по затылку, значит, или по заднице, извините, заоружение прилетает, вот, и он, ну, он понимает, как убого он выглядит, как все это убого, и у него, ну, действительно происходят какие-то очень серьезные изменения в психике, временами иногда он, он выглядит более-менее нормально, вот, а иногда, конечно, он, ну, он исчезает надолго, вот, иногда же его неделями не видно, консервами наскорбят, это о чем говорит, это в первую очередь говорит о том, что он впадает в какую-то очередную депрессию, ничего не хочет делать, не знаю, лежит там в подушку, рыдает где-нибудь, у себя навалдает, вот, или пьет, может быть, или уж там, кокаин нюхает, не знаю, ну, в общем, что-то с ним происходит, вот, поэтому такие, поэтому такие шарахания, знаете, то он, значит, дистанцию эту соблюдает, все на карантине сидят, то вдруг он бросается в толпу, значит, начинает там, тискать этих самых бедных дагестанских девочек, значит, вот, то вправо, то влево, ну, в общем, вот эти вот шарахания, это, конечно, свидетельство вот этой психической, психологической неустойчивости, в общем, ответ на ваш вопрос, как это бьет по нему самому лично. Спасибо, Аббас, вы вспомнили о Сергея Осечкина, да, и вот, что говорит, Владимир, по-моему, извините, да, Владимир, да, Владимир, вот вы писали у себя в фейсбуке, что его источники говорят следующее, что какие настроения в второй армии мира на фронте, цитируя, чем мы хуже Вагнера, мы тоже не хотим воевать, вот он говорит о том, что все же все больше и больше, ну, когда ты наступаешь, это одно, да, ты имеешь какой-то адреналин, ты понимаешь, что ты продвигаешься, а сейчас глухая оборона, и вот все больше, говорит Осечкин за его источниками, все больше военных российских думают, зачем я здесь, почему я должен воевать, за что я воюю, как вы считаете, это вот, это понимание, как снежный ком будет нарастать, и будет все больше этого разумения? Да, конечно, так русская армия, которая в 1914 году, в 1914 году шла на войну, на Первую мировую войну, значит, с песнями патриотическими, и собираясь, значит, до Рождества будем дома, как говорится, вот, в 1917 году была абсолютно пронизана, вот такими настроениями, антивоенными, за мир, да, и сделали революцию, вот ровно в этом же направлении мы сейчас движемся. Война может быть популярной, легитимной, только в том случае, если она ведется, вот как в ситуации с Украиной, когда враг вторгся, и ты защищаешь свою родную землю, свой родной дом, когда у тебя за спиной твои собственные близкие родственники. А в случае с Россией это же не так, это же война такая классическая, империалистическая, или там колониальная, это попытка заставить людей, которые не хотят жить с тобой в месте, значит, жить с тобой, жить под тобой. Вот, это борьба за, ну, за право иметь рабов, что называется, да, но, конечно, это такая, вот, не та война, которая вызывает у человека, ну, ощущение правоты, да, значит, долгое время путинская пропаганда формировала ощущения, пыталась сформировать ощущения у людей, что, ну, если не мы, то они, значит, если мы, значит, они на нас, если мы на них не напали, то тогда они напали на нас, да, а сейчас ведь Пригожин все разбил этот миф, Пригожин сказал, что, значит, ни НАТО, ни Украина не планировали вторгаться, ни в Донбасс, ни тем более в большую, так сказать, Россию, что все это высосано из пальца, что, значит, реальный интерес, вот, есть две группы интересантов, на самом деле, это высший генералитет, типа Шойгу с Герасимовым, которые хотят, вот, реализовать свои, значит, амбиции, войти в историю, как великие полководцы, вот, ну, плюс бюджеты военные попелить, и вторая группа, это вот, всякие Квачуки, Ротенберги, то есть, все вот такие олигархи, которые вокруг Путина подвязаются, которые распилили Россию, а теперь заодно решили распилить и Украину, потому что в России уже пилить нечего, значит, то есть поменять, убрать Зеленского, посадить Медведчука, и вот распилить Украину, вот, и, понимаете, раньше то же самое говорил и Татарковский, и Навальный, там, многие говорили, но это все враги Отечества, так сказать, иноагенты, предатели, там, где, знаете, цепные псы Пентагона, вот, а этот, это говорит русский патриот, ведь никто же никогда не подозревал, приглашен в том, что он там американский шпион, он всегда был самым, там, крепливым, яростным русским патриотом, но не всегда, но в последний, там, год, и, и он, в отличие от остальных патриотов, которые только в Твиттере подвезают, где он, так сказать, свой патриотизм доказывал, воевал, кровь проливал, там, махнул, брал, и от этих слов уже не отмахнуться, и вот это, значит, смотрите, с одной стороны, мы имеем войну, которая не очень легитимна, и, значит, которая, причины которой сомнительны, и не являются, то, что называют, социально одобряемыми, а с другой стороны, мы имеем, значит, поражение к ближайшейся, то есть, ладно бы мы наступали, когда наступаешь, у тебя эйфория, ты, вот, как вы сказали, да, у тебя завтра в Киев войдем, там, будем грабить, ну, чисто на уровне вот эстетики, там, настолько хорошо, что ты об идеологических основаниях всего этого происходящего, не сильно задумываешься, и ты купишься на вот эту пропаганду дешевую кремлевскую, не сильно задумываясь, не вдаваясь в глубь вещей, а вот когда ты сидишь в окопе, и на тебя там леопард едет плязгой гусеницем, вот тут у тебя вообще там переоценка ценностей происходит, да, и в этот момент ты начинаешь очень глубоко копать, так, а зачем я тут, а почему я тут, вот, и вот, и вот эти российские, значит, солдаты-офицеры, которые сейчас вот этой, активно занимаются этой переоценкой ценностей, которые только что сказал, они видят, что Вагнер взял и свалил с войны, ну, такой взял, взвернулся, пошел на Ростов, пошел на Москву, и нормально, сейчас в Беларуси там лагеря, да, нас здесь, значит, хаймарсами на куски рвут, да, танками давят, а они там, в Беларуси, значит, палатки все строят, вот, ну, понятно, что тут появляется такое ощущение, о чем мы хуже, и вот источники Осечкина, я поясню, что Осечкин, он уже многие годы занимается, вот, правоохранительной деятельностью, именно, в силовых структурах, и поэтому у него, такая очень серьезная клиентура, значит, именно в среде, вот этих, ну, людей в погонах разного рода, от чекистов, и всиновцев, до военных в армии, вот, поэтому, если и есть источники, в оппозиционных кругах, источники, вернее, люди со связями, с источниками силовых структур, то вот Осечкин среди них, ну, его в первую очередь, надо таковым считать, и, вот он как раз и вчера и рассказал о том, что вот эти настроения, ему рассказывают оттуда из, так сказать, армии, там, действующие офицеры, бывшие офицеры, рассказывают, да, о том, что начинает там усиливаться вот это ощущение, а чем мы хуже Вагнер, почему Вагнер ушел, а мы должны тут в окопах сидеть, вот как-то так. Кстати, дальше говорить о Владимире Осечкине, на всей фотографии, вы точно ее видели, это последнее изображение Пригожина, мы прекрасно понимаем, и с вами говорили не раз, что раньше, до марша справедливости, так называемого, Пригожин всегда записывал видео, он всегда любил похвастаться, что он сделал, или кого-то пахает, Минобороны, Шойгу, Герасимова, и так далее, и другое. А здесь после мятежа, так называемого, его вообще нигде не видно, два раза записал аудио, и вот фотография. Эта фотография, мне кажется, немножко унижает его, потому что он голый, в трусиках, мальчик сидит в палатке, как-то не по-пригожински. И вот что говорит Осечкин, что якобы Пригожин уже под домашним арестом. Как вы считаете, насколько это может быть правдой? Ну, вот смотрите, я только что Осечкина хвалил, значит, но я как раз для себя я сделал вывод, что у него его противостояние с Пригожиным, с которым он действительно активно боролся, оно вошло уже в стадию такого личного конфликта, и вот как раз когда он говорит о Пригожине, я это делю надво. То есть я считаю, что вот в случае с Пригожиным он уже потерял объективность, у него там ненависть такая пролитарская, колоссовая, она ему застит глаза, и он там может уже быть необъективным. То есть вот в остальных ситуациях он предельно объективен, он, так сказать, ищет истину. А вот в случае с Пригожиным, к сожалению, ну или к счастью, даже не знаю, в какой стороне посмотреть, потому что Пригожин, очевидно, это зло в чистом виде, зло пер се, что называется. Хотя, как сказать, я вот сейчас это сказал и думаю, ну вообще, его марш справедливость, это на самом же деле благое дело, поэтому он получается вот как у Гёте Мефистофель, я часть той силы, что вечно хочет зла и вечно творить добро. Такая диалектика. Ну вот, в общем, смотрите, Пригожин пропал, я думаю, исключительно потому, что все-таки имела место сделка какая-то между Кремлем и им самим. по итогам этого рейда была заключена сделка и в первую очередь Кремль, конечно, затребовал для себя контроль над публичным политическим полем. И Пригожин с этим согласился. В обмен на что-то можно обсуждать на что, скорее всего, деньги. Но он признал, что да, все-таки в конце концов Путин политик, в конце концов публичное поле это не мое, это его. Да, я в какой-то момент влез туда, но вот если по-честному, что называется, по-пацански, то и нам надо разруливать этот кризис, то окей, публичное поле я оставляю за вами. Что касается этой фотографии, то я думаю, это такая неуклюжая попытка была отбиться. то есть он же, знаете, он же вжился в роль такого, знаете, правдоруба, который от имени простого народа наезжает на элиты, разложившиеся, коррумпированные, непатриотичные, живущие в пошлой роскоши, в то время, как простой народ страдает. Он в последние полгода очень активно вот эту роль вживался, она ему очень нравилась, это видно, он прям наслаждался ею. Вот. И в этом смысле он очень, наверное, болезненно воспринял демонстрацию своих особняков, той пошлой роскоши, в которой он сам жил, да, когда государственное телевидение этим занялось. Вот. В таких ситуациях это классический такой пиар-сценарий, ну, просто работаешь с помощью картинки, видео, фотографий, вот, и он пытается создать такую альтернативную реальность для людей, которые ему верят, что, дескать, ну, мужики, может быть, да, есть у меня там какие-то особняки, бог узнает. Но, смотрите, я в палатке, в простой накойке обычно могу, вот, я, я чушь-то, значит, вот этим всем проявлениям, так сказать, роскоши, даже если они у меня есть. Знаете, это такая архитептическая штука, она работает, все мы учились в школе и помним, значит, описание князя Святослава, такого классического князя воина, такого архитепического, да, про которого летописец писал, что шатров он с собой не возил, мясо в котлах не варил, а тонко изрезав конину или зверину, испекал на углях и, о, почти дословно протестерул, значит, вот он пытается создать такой образ, я думаю, да, он перегнул палку, он переборщил, он выглядит немного жалковат, жалко, вот, значит, немного убого, но он, ну, нельзя хотеть от человека слишком много, он в публичную политику только-только вот пришел, вот, и политтехнолог, я думаю, которых он вокруг себя собрал, ну, не факт, что они там слишком уж профессиональны, да, ну, то есть, по крайней мере, самых сильных маститок, что называется, в его окружении нет, да, там какие-то вот другие второго уровня, среди них тоже бывают хорошие, да, но бывают и плохие, не знаю, в общем, он, ну, просто не очень, то есть, слишком зациклившись на то, что надо создать образ вот такого простого, так сказать, близкого к народу, да, человека, он чуть-чуть вот скатился в, ну, чуть-чуть вот не доглядел угрозу с другой стороны, выглядит действительно немного жалко, вот, ну, это просто техническая ошибка, я, в общем, думаю, что, ну, у меня нет оснований пока считать, что Пригожин арестован или где-то там в СИЗО сидит, мне кажется, что не настолько он глуп, чтобы позволить себе посадить, то есть, теоретически, конечно, возможно, но вот, судя по тому, как он вел себя последние полгода, он человек далеко не глупый, и вот попасться на какие-то разводки, чтобы оказаться под арестом, ну, это будет очень, это было бы очень странно, то есть, мне кажется, что он просто расторговывается с Кремлем, это, знаете, такой классический конфликт акционеров, это как в акционерном обществе, значит, акционеры могут друг друга ненавидеть, они могут, знаете, реально, вот в России, это часто бывает, там уголовные дела друг про друга, друг против друга заказывать, но, когда ты конфликтуешь, ты все равно следишь за тем, чтобы не развалить саму компанию, за контроль, над которой ты борешься, то есть, это борьба, это не то, что называется all-out war, борьба с применением всех средств, да, ты борешься, и даже всерьез, даже, так сказать, насмерть, но, при этом, ты контролируешь вот то, какими методами ты пользуешься с тем, чтобы не обанкротить бизнес, повторюсь, ради контроля, над которым ты ведешь эту борьбу, вот, и я думаю, у них вот такая история, у Путина с Пригожиным, в конце концов, у них огромный совместный бизнес, смощенный политической составляющей, вот, и там политическая составляющая, и внешняя, типа Африка, Сирия, и внутренняя, вот это касающаясь, ну, вот этой дестабилизации, которая неожиданно появилась, то есть речи вообще идет о том, шатается в России престол, или не шатается, вот, плюс перспектива там, ну, то есть, либо воюет Вагнер в Украине, либо не воюет, это тоже имеет принципиальное значение для Путина, ну, то есть, это очень многоаспектная такая история, да, и вот идет вот там какой-то, какой-то раздел, что называется, имущество, каждый пытается отжать себе по максимуму, но при этом все-таки не развалить систему, Пригожин тоже не заинтересован в том, чтобы Путина ровнул, но, собственно, именно поэтому он на Москву-то не пошел, он понимает, что результатом станет полноценная революция, и не факт, что им удастся удержать власть, а если не удастся, если придет к власти кто-то другой, кроме Путина или самого Пригожина, то каждый третий, вот, Собянин ли это будет, Навальный ли это будет, с удовольствием Пригожина в какой-то момент посадит, во всяком случае, ситуация выйдет из-под контроля, Пригожинского контроля, значит, и скорее всего для него ухудшится, поэтому он, значит, ну вот, сильно шатать систему не будет, и я думаю, Путин это понимает, и загонять Пригожина в рамки, пытаясь его, в угол, пытаясь его арестовать, ну, это риск для Путина, может быть, Путина заутратил адекватность, не исключаю, вот мы говорили про то, как его шарахает колбаса, да, может быть, в этот момент его, но в нем не логика, не разум говорит, да, не расчет, а просто эмоции, ну, то есть Пригожин его унизил, и хочется за это отомстить, и может быть, да, он вот под влиянием эмоций пойдет на обострение, но строго говоря, вот если все-таки он себя контролирует, и все-таки в нем доминирует логика и расчет, то в этой ситуации, я думаю, он не рискнет, вот, значит, вот этот хрупкий, вот идущий сейчас процесс раздела имущества, значит, ставить под угрозу, когда я говорю имущество, я имею в виду не только материальные активы, да, но и вот в том числе фактор, ну, Пригожин молчит, да, не позорит Путина, так сказать, не позорит армию, уже большое достижение, потому что это же очень сильные, вот эти конфликты, били по путинским нарративам, по пропаганде, чего стоит одно вот это заявление, что война нелегитимна, и поводы для нее высосаны из пальцев, придуманы просто грубо, вот, то есть для Путина вот это статус-по, когда Пригожин молчит, вот, уже, и не идет на Москву, не сбивает вертолеты, не захватывает штабы, это уже само по себе настолько ценно, что вот не факт, что он захочет этим всем рисковать, плюс, повторюсь, Пригожин, ну, не производит впечатление человека глупого, который, зная, ну, со собой все эти грехи, зная, как его ненавидят Путина система, ну, значительная часть системы, окажется под боем, то есть приедет куда-то, где его, в принципе, могут вообще арестовать, вот, так что, не исключено ничего, видите, как все зыбко-шапко у нас, да, но пока, все-таки, я бы подождал более, значит, других подтверждений информации, по поводу того, что он арестован. Аббас, скажите, пожалуйста, коротко, верите ли вы то, что есть хоть какое-то политическое будущее в Пригожно, или будущее как таково? Ну, нет, конечно, шансов, что он не сядет, совсем не так много, вот, и шансов, что он политически состоится, тоже очень мало, я недавно писал, мне попали в руки данные фокус-групп, которые были проведены в трех городах, в Москве, и в двух еще региональных столицах, сразу по итогам его похода на Москву, и при том, что многие, на самом деле, в силу ненависти к системе, в принципе, симпатизировали тому, что делал Пригожин, людей, которые сказали бы, что вот нам Пригожин нравится, как политик, очень-очень мало, то есть доминирующее отношение к нему негативное, ну, уголовник какой-то, в общем, злодей очевидный такой, то есть, да, то, что он делает, нам отчасти понравилось, хотя и страшно было, то есть, вот ощущение гражданской войны было, да, но в целом, ну, то, что вот он бьет по власти, опостыливший, надоевший уже, зажравшийся, ну, это нравилось, да, людям, вот, но сам Пригожин не вызывал особых симпатий, даже если у кого-то он вызывал симпатии, как вот военачальник, то люди вот прям так и говорили, да, основная цитата, ну, нет, все равно политикам я его не вижу, да, воюет хорошо, да, он часто говорит правду, но, вот, каче политика я его все равно, все равно не вижу, вот, поэтому, ну, вот такой масс-фолловинг, что называется, создать большую группу сторонников, которые бы, значит, привели его во власть, ему вряд ли удастся, к тому же, но он до сих пор ведь, ну, его нарратив, он был такой крайне непоследовательный, значит, внутренне противоречивый, а такие вещи помогают, не мешают сформироваться в качестве полноценного политика, ну, то есть, он говорит, война не легитимна, ее придумали ради амбиции Шойгу и аппетитов Ротенбергов, но, значит, мы сейчас вот расправимся с Герасимовым и Шойгу, а потом вернемся на фронт, будем воевать, но подожди, ты только что сказал, что война преступна по своей сути, а зачем тогда воевать, зачем тогда люди должны гибнуть на этих фронтах, войну чего проливать кровь, ты же сам сказал, что России ничего не угрожало, вот, и вот таких нестыковок у него масса в его дискурсе, ну, то есть, я иду маршем на Москву, чтобы уволить Шойгу и Герасимова, при этом я лоялен Путину, подожди, но если ты лоялен Путину, как ты можешь оспаривать его право, принимать решения о судьбе Герасимова и Шойгу, вот, и при этом говорить, что ты лоялен Путину, ты покушаешься на его полномочия, какая же это лояльность, вот, и как ты можешь сбивать вертолеты путинские, это путинская армия, если ты лоялен Путину, а ты сбиваешь их вертолет. Ты что? Ну, нет ответа. То есть вот таких нестыковок у него очень много, поэтому отношение к нему, повторюсь, в целом в базе, так сказать, негативное. Плюс есть еще такое сильное ощущение, что это какая-то, извините за выражение, вот такая непонятная. Вот. Как-то так. Аббас, напоследок, вы точно видели, ФСБ заявило, что они превратили покушение на Ксению Собчак, да, кандидата в президенты и Маргариту Симонян. Ну, конечно же, СБУ в Украине сказала, что нас это не интересует. На кого это рассчитано вообще? Кто это может съесть и зачем? Вот Ксения Собчак. Хорошо Марго Симонян, да, она всегда что-то говорит, она всегда на виду, она всегда предлагает, ее слушает. У нее есть контингент. Ну, Ксения Собчак. Ну, кто ее видел, кто ее слушал? Смотрите, Собчак не видна вот в дискурсе, российском дискурсе с точки зрения боюющей Украины. А внутри России, она очень заметна, у нее огромная аудитория, и она тоже очень заметная фигура, просто она, ну, чуть-чуть с другого угла, что называется, на нее надо смотреть, тогда она заметной становится. Вот. Я думаю, в основе всего лежит желание ФСБ реабилитировать себя после этого позоришься, связанного с Пригожинским маршем, потому что это в значительной степени позор организации, в том числе. И вот, и поэтому она хочет, ну, просто перевернуть страницу, да, создать новую повестку, связанную со своим именем, где она снова занимается привычным делом, ловит врагов, шпионов, а вовсе не опозорено. Ну, вы же представляете, входят эти самые пригожинцы в Ростов, и где эти чекисты прославленные, значит, рыцари с холодными сердцами и, значит, горячими головами. Вот. Заперлись у себя в своем ФСБ, значит, и все, и город на растерзание этим, значит, уголовникам отдали. Да ладно, уголовники не кровожадные оказались, не грабили, не насиловали, а порядочно себя вели. Но сами-то чекисты, это же позорище. Ну, и вообще, как они проворонили это все, да, значит, и вся страна на протяжении 25 лет была отдана им на откуп. Вот все, что хотите, делайте, да, никто вам не смеет помешать. Пронизывайте страну своими сетями, своей агентурой, там, да, собирайте информацию, организуйте прослушку, просмотр, там всего и вся. Все для вас, так говорится. Вот же 25 лет, четверть века они этим занимались. В результате, значит, ни с новым, ни духом марш на Москву идет, они сами себе попрятались, разбежались. Ну, это позор для всех силовиков путинских, да, но для ФСБ в первую очередь. И вот они хотят просто перевернуть страницу и формируют новую повестку. вот поэтому Боркенков там и все прочие генералы дали команду по всем своим, значит, так, быстро давайте, где у кого что есть, кто что нарыл, наработал, там, тащите сюда, будем, значит, давать ход дела, будем тоже тащить все это в публичное пространство. Вот это базовая история, лежащая, вот, импульс, что называется. Вот, ну, а дальше уже персонали, да, Симоня, я думаю, что, ну, Симоня, понятно, она для достоверности, она действительно для Украины враг, это человек, который, ну, расчеловечивает украинцев, это человек, который легитимизирует убийства массовые, да, значит, поэтому она такой же враг, как Прилепин, как этот военкор татарский и так далее. Вот, в случае с Собчак, я думаю, другая история, они, они знают, что Собчак, это человек, известный своей способностью держать нос по ветру, вот, и, а ветер сейчас дует в противоположном вот Путина направлении, и вопрос, когда Собчак перейдет на сторону оппозиции радикальной, она так, ну, пока фрондирует, вот, а когда она окончательно встанет в позицию, так, я за Украину, я там против Путина, против режима, вот, но это вопрос, только вот прям буквально вопрос времени, вот, как когда-то она вдруг неожиданно бросилась на болотную, вот тогда тоже ветер истории дул в противоположную от Путина сторону, и она бросилась на болотную, и несколько лет была там лидером оппозиции системой Фостер-Гривыча хвостила, вот, а потом стала снова лояльной, так сказать, ну, относительно лояльной, легкая фронда, но в целом подыгрывала к Ревлю, конечно, вот, особенно в противостоянии с Навальным и так далее, и она, значит, ну, вот, всегда нос по ветру держит, и есть риск, что сейчас она опять перевернется вот в сторону оппозиционности, это для системы плохо, во-первых, у нее действительно большая аудитория, а во-вторых, ну, она знаковый персонаж, понимаете, все же помнят, что она в детстве там на коленах Путина сидела, то есть она выросла с ним, и если она отвернется от Путина, то это будет, ну, такое яркое свидетельство, крысы побежали с корабля, а с какого корабля берут крысы, с тонущего, да, ведь на самом деле социальная политическая реальность, особенно в ситуации начинающейся революции, это очень сложная штука, много сигналов говорит о том, что все нормально, Путин по-прежнему все контролирует, много сигналов, которые будут говорить об обратном, и вот будет идти беспрерывная, но она сейчас уже идет, борьба интерпретации, борьба версий, и поведение Собчак будет одним из индикаторов, который вот в пользу, так сказать, того, что Путин проигрывает революция побеждает, вот это ее поведение будет очень серьезным индикатором, ну, не самым серьезным, да, но будет иметь значение, и вот, и когда об этом они сидели и думали, кого там, на кого это покушение, значит, якобы организовано, ну, вот решили заодно две задачи решить, они загоняют ее с помощью этой истории в ситуацию, когда ей трудно будет отвернуться от системы, ну, подожди, как ты можешь быть за Украину, когда украинцы тебя в один ряд с Симонян поставили, когда ты вообще для них враг ты, они тебя убить пытаются, да, и в этой ситуации публично занять проукраинскую позицию, антироссийскую, антисистемную, так сказать, антипутинскую позицию будет трудно, ну, подожди, как ты можешь плевать в руку, да, в нашу руку, которая тебя спасает, мы тебя от покушения спасли, вот, и они, я думаю, пытаются вот создать такую конструкцию, может быть, они даже ее пытаются запугать, намекнув на то, что смотри, если что, ты будешь сакральная жертва, Путин же многократно рассуждал о том, что такое сакральная жертва и как это делается, очевидно, он с этой технологией знаком, и он, и все эти его чекисты, поэтому, может быть, они рассчитывают на то, что она напугается, вот, и будет лояльной, в общем, как-то так. Аббас, спасибо за этот разговор, спасибо, что имели время проговорить, Собчак, Симоньян, Крымский мост, и что должен делать Путин, и какие у него ощущения после этого удара. Спасибо вам. До свидания. Нагадаю, с нами был политехнолог Аббас Галямов. Ви ж, наши дорогие глядачи, не забывайте подписывайтесь, не забывайте коментовать, известно, и ставить лайки, чтобы больше людей смогли переглянуть нашу разговор. Меня зовут Игорь Гаврещак, увидимся в эфире 24-го каналу. Субтитры сделал DimaTorzok